Течет душевой шланг. Это довольно частая проблема. Встречаются шланги, особенно идущие в комплекте со смесителем, зачастую бывают ненадлежащего качества и где-то примерно через полгода, через год может появиться вот такая неприятность. Напор с душевой лейки уменьшится и на кране появится такая течь. Обычно она проявляется около душевой лейки, реже она проявляется на соединении к самому смесителю. Что нам нужно для этого делать? Для этого нам нужно открутить, если у нас течь около душевой лейки, нам нужно открутить саму душевую лейку, видим конструкцию, видим конструкцию штуцера, который прижимает плотно к душевой лейке. Берем нож, желательно не сильно остро заточенный, потому что зачастую штуцеры стали делать из пластика, раньше его делали из латуни, но зачастую сейчас попадается из пластика. Нож аккуратно вынимаем. Как видим, причина течи у нас обрыв внутреннего шланга, который находится в гофрированной нержавеющей трубке. Вот поближе. Вот смотрим, видим, вот остатки, ну вот край оборванной трубки. Вытягиваем трубку. Для этого сжимаем гофру и трубка эта свободно сама сюда вылезет. Нужно просто ровно обрезать край и все собрать на место. Да, еще такой момент. Раз уже трубка начала выходить из строя, значит зачастую она потеряла многие свои свойства. И когда вы отремонтируете трубку, то есть ставите штуцер на место и соберете все назад, естественно шланг внутренний уменьшится. И поэтому придется уменьшать и саму гофру зачастую, если мы собираемся продолжать ремонт. Но обычно такой ремонт можно произвести раз за два-три, а потом душевой шланг лучше всего поменять на новый. Потому что, как я уже говорил, внутренняя трубка будет непригодна для дальнейшей эксплуатации и такие ситуации будут появляться все чаще и чаще. Штуцер вставляем на место, плотно вставляем и закручиваем на место. Даже если до конца не стало, закрутили на место и штуцер задавится вот этой круговой гайкой, которая крепится к душевой лейке. Все, включаем, течь пропала, лейка работает исправно. Что можно посоветовать, если вы решили поменять шланг на лейке? Ну, предлагаю посмотреть, вот существуют такие шланги, которые выполнены из пластика. Как видим, у них нет гофры, трубка полностью, они имеют несколько слоев, ну и как бы общая трубка. То есть трубка здесь уже точно не лопнет. Единственное бывает недостатки, вот эти соединения выполнены из силумина и они могут быть довольно быстро разрушатся. Если они качественные, то этот шланг продолжит вам очень долго. Ну, в принципе, ломаться здесь нечему. Единственный его еще такой недостаток, он не очень гибкий, как классический, который выполнен из гофры с нержавейки. Ну, когда это надоест, поверьте, такой шланг установите и он будет служить точно. Про такую проблему, как течь, вы позабудете. Кстати, такой шланг можно заказать на Алиэкспресс. Кому интересно, ссылку я дам в описании. На этом все. С вами был канал Мастерком.